Всем привет! Сегодня снова я, Сергей Зайцев. Сейчас я отправляюсь в путь на установку трех трекеров М25. Буду устанавливать их на грузовые автомобили. Их там как раз будет три, поэтому нам, можно сказать, даже выгодно туда ехать. С одним выездом убиваем трех зайцев. Отправляемся в путь, будем ставить трекеры М25. Решил немножко рассказать о трекере. Предстоит установка трекера в автомобиль. Решили поставить трекер М25. Вот такая коробочка трекер М25. На сайте надо регистрироваться в MegaGPS.com. Чем хорош этот трекер? Он не нуждается практически ни в какой настройке. Достаточно вставить в него сим карточку, подключить питание плюс-минус в автомобиле. Этот трекер работает от 12 до 30 вольт. Его мы будем устанавливать в грузовой автомобиль. В нем бортовое напряжение 24 вольта. Этот трекер есть возможность туда установить. Разбирается. Сюда вставляется сим карточка, все скручивается и все. Это нижняя часть, то есть устанавливается вот так вверх. Питание подается и все. Есть у нас вот такая инструкция, технические характеристики есть. Указано, как располагать трекер. Здесь у нас краткая инструкция. Мы регистрируемся на сайте MegaGPS.org. Надо будет ввести для регистрации логин и пароль. И все. И можно будет контролировать свое транспортное средство. Где оно ездит, где стоит, с какой скоростью ездит. Могу продемонстрировать на гаджете деморежим. Мы зашли на сайт. Можно зайти в деморежим и посмотреть какое-либо транспортное средство. Допустим, вот это. Вот оно сейчас стоит. Скорость 0, напряжение 13-16 вольт на нем, 36 градусов температура. Находится она в Запорожье, улица Седова, 18. Ниже указано значение, то есть остановка, движение, превышение скорости, нет приема GPS и нет связи с маячком. То есть нет приема GSM. Можно зайти на карту. Вот зеленая точка, где наш автомобиль сейчас находится. Можно выбрать сейчас. Также можно посмотреть, допустим, маршрут, где наш автомобиль катался. Выбирается определенное время, определенный день или же период и можно посмотреть, где он ездил. Скажем, ничего не будем выбирать. Посмотрим, ездил ли он вообще сегодня. Весь маршрут на карту. Вот наш автомобиль ездил. Как интересно, что он ездил с какой-то этой точки. Буквально немножко покатался и вот тут он сейчас стоит. Где-то на заправке или возле заправки. Чем хороший этот трекер? Программное обеспечение бесплатное, обонплаты нет. На сервере информация хранится год. Вы в течение года можете смотреть, где ваш автомобиль катался. То есть платить за это не нужно. Если вы купите какой-либо другой трекер, то возможно там будет обонплата. На некоторых сайтах информацию можно посмотреть бесплатно только за текущий день. Если вы хотите посмотреть раннюю информацию, то нужно будет платить за это. Но этот трекер позволяет смотреть всю информацию в течение года. Еще раз напомню, что его очень легко устанавливать, никаких настроек не нужно делать. То есть подключили питание и все, и вы работаете уже с ним. Еще немножко расскажу. Если у вас находится автопарк и вам необходимо установить много трекеров на ваши машины, то вы можете привязать к одному логину и паролю. Просто будете выбирать между автомобилями. Под одним логином вы заходите и вы можете все в свои автомобили увидеть, где какой находится. Очень удобно даже для тех же таксистов. Оператор сразу видит, где какое такси находится, какое ближе к абоненту. Хорошая вещь. Их уже много мы установили. Довольно надежное средство. Кому интересно было, можете запомнить название трекера. Не покупайте подделки из Китая, потому что многие подделки не работают так как нужно. Позволяют только в телефонном режиме смотреть, где ваш абонент находится в конкретное время. То есть во время запроса смс. По GPS возможно китайский трекер работать и не будет. Этот трекер проверен годами. Мы устанавливаем не первый год и нареканий на него нет. Кому было интересно, заказывайте трекеры. Можем вам их продать, можем сказать, где купить. Довольно хороший трекер. Мы добрались до места установки трекеров. Нам попался автомобиль Mercedes Sprinter. Будем на него устанавливать трекер M25. Предварительно осмотревшись с автомобилем, разместим этот трекер где-то в этом месте. Для этого мы сейчас демонтируем вот эту накладку боковую, сеточку динамика и в этом месте где-то расположим трекер наш. Правда, питание будем брать на блоке предохранителей. Предохранитель находится вот здесь снизу. Начнем разбирать автомобиль. Будем устанавливать. В принципе, я думаю сложностей больших не будет. Автомобиль грузовой, поэтому тут должно быть все просто. Вот стойка снята, ничего не сломано. Светочка тоже снята. Вот динамики. Мы разобрали автомобиль. Напоминаю, это у нас Mercedes Sprinter. Размещать мы будем трекер на воздуховоде. Вот в этом месте. Закрепим его двухсторонним скотчем и по возможности стяжкой прикрепим. У нас тут внизу блок предохранителей. Здесь у нас коричневый провод, это будет масса. Тут жмут целый коричневый провод. И один из красных в жгуте возьмем. Это будет питание трекера. Вот жгут. Один из красных проводов возьмем его в этом жгуте. Все, пробуем устанавливать и подключаться. Итак, мы установили, закрепили наш трекер. Как я и говорил, приклеивали на воздуховод его двусторонним скотчем и притянули еще его пластиковой стяжкой, чтобы он не отлился никуда, не упал. С проводами мы определились. Красный толстый провод, это у нас будет плюс. Вот он. И коричневый провод будет минус. Вот жгутик. Приматываем, проверяем. Итак, мы установили уже трекер. Вот мы его проверяем. Он уже работает. Показывают точку, где мы находимся. У нас следующий автомобиль. Попался нам грузовик. Это автомобиль DAV. Вот блок предохранителей. Здесь где-то мы возьмем питание на трекер. Сам трекер поставим где-то в этом месте. Для установки мы сейчас разберем немного. Открутим вот эту накладку и, как обычно, где-то закрепим его на воздуховоде под торпедой. Приступим к разборке. Итак, подразобрали. Есть у нас доступ к воздуховоду. Где-то здесь на него приклеим наш трекер. Итак, разобрали мы немного машину и столкнулись с небольшими трудностями. Дело в том, что это грузовик, а у грузовиков, как правило, очень много железа. И вот куда ни коснись, под обшивкой торпеды идет металлическая пластина. Снизу вот этого дела везде идет металл. К воздуховоду приклеить не получается, потому что к нему нет доступа. В основном везде металл. Мы все разобрали. Место очень ограничено. Нашли только единственное место, где можно закрепить трекер. Разобрали мы часть торпеды, сняли направление воздуховода. Его можно подсунуть под торпеду приклеить к внутренней поверхности торпеда и частично приклеить к нижней части. Он будет закреплен вот там. Сейчас я немножко ее приподниму и туда просуну и там его закреплю. Нам будет отодрать только защитную пленку. Провода у нас будут выходить и где-то здесь мы подключимся к штатной проводке автомобиля. Вот мы определились с местом подключения трекера. На этом красном проводе у нас будет плюс. Вот наша контролька светится. Массу мы решили взять с болта крепления печки. Вот этот болтик. Сюда мы повесим клеммничек и прикрутим наш проводок. Проводов черных очень много и не все из них массовые. Поэтому, чтобы не ошибиться, мы лучше уже 100% подключимся к кузову автомобиля. Правда мы уже проложили, вывели. Сейчас мы их примотаем к жгуту общему. Трекер у нас уже установлен. Сделаем соответствующее подключение и проверим работу трекера. Вот мы уже все подключили. Плюс примотали и замотали. Минус, как и говорили, под клеммничек, подстатный болтик. Наш трекер уже появился в сети, то есть мы его уже видим. Вот мы находимся в Киевской области, Борисповский район, село Пролиски. Можно открыть карту. Сейчас она у нас загрузится. Вот наш автомобиль стоит сейчас неподвижный в селе Пролиски. В общем, трекер работает. На этом с этим автомобилем все. Заканчиваем ее собирать и ждем следующий. Вот мы установили трекер на автомобиль DAF. Теперь мы можем посмотреть, как он у нас катается. Мы видим маршрут следования нашего автомобиля, на который мы установили трекер. Синим цветом выделено направление движения автомобиля. Здесь есть стрелочки, они обычно зеленые. Там, где она обведена красным, это говорит о том, что он превышает выставленную скорость. В трекере было установлено ограничение скорости 80 километров. При превышении этой скорости треугольчики становятся красными. Не прошло и полчаса, а человек уже сколько проехал. Он поехал куда-то далеко. В принципе, вот так можно контролировать направление движения. А вот человек приехал, вот тут припарковался. Вот он где-то здесь находится теперь. Хотя нет, по идее движется. Зелененький кружочек остановка. Зелененькая стрелочка – это движение. Красненькая – это превышение скорости. Желтый – нет приема GPS. Вот на этом сайте мы регистрируемся и смотрим на наш автомобиль. Итак, наконец-то мы дождались третьего автомобиля. Значит, это у нас грузовик MAN. Будем на него ставить опять-таки трекер M25. Сейчас мы начнем разбирать его и устанавливать этот трекер. Как обычно, предполагаем где-то разместить его в верхней части торпеда. Поэтому приступим к разборке автомобиля. Блок предохранителей, по всей видимости, находится у нас здесь. Сейчас мы это все разберем, открутим, доберемся до блока и будем подключать к нему трекер. Мы разобрали бардачок. Вот такая крышка у нас тут была. Значит, мы это дело открутили. Открутили вот эту планку и уже нашли место, куда поставить наш трекер. Значит, мы примерили, все у нас помещается. Этот трекер будет у нас находиться приклеенный вот здесь, на этой пластиковой детали. Вот сюда. Все будет чудесненько располагаться и все у нас будет видеть. Отлично. Проводочки выйдут сюда же в блок. И тут мы подключимся сейчас. Массовый провод у нас коричневый. Осталось найти только плюс. Итак, в этом автомобиле есть разъем. На этом разъеме у нас есть массовый провод коричневый. Есть провод 24 вольта и есть провод 12 вольт. Питание магнитолы. Вот. Но у нас трекер работает, позволяет до 30 вольт. Поэтому мы смело можем подключаться к сети 24 вольта. Ну, в общем, здесь сделаем подключение нашего трекера. К этому жгуту примотаем наши два провода. Вот тут. Вот так вот. Итак, мы сделали соответствующее подключение, как и говорили в нашем жгуте. Вот этот наш жгут идет. Все замотали, пристяжили, чтобы ничего не болталось. В общем, готовы собирать автомобиль и проверять работу нашего трекера. Мы закончили установку трекера на автомобиле MAN, грузовой автомобиль. Значит, спрятали мы его вот здесь. Подключили провода на блоке предохранителей. Блок предохранителей внизу здесь находится. Значит, все мы уже собрали и теперь проверяем работу нашего трекера. Значит, вот все определило место положения, где мы находимся. Напряжение бортовой сети показывает. Можно открыть карту, увидеть на карте, где это находится. Ну, вот, точка стоит. Мы сейчас находимся в производственном цеху и, тем не менее, все определяется. Вот оно видит, что мы вот стоим. В принципе, на сегодня мы закончили установку. Это был третий трекер М25. О всех преимуществах этого трекера я говорил. Я считаю установку нашу на сегодня законченной. Будем собирать инструмент и передвигаться по своему основному месту расположения. Кому было интересно посмотреть наш видео обзор, пишите письма, комментарии. До новых встреч в эфире. Всегда Ваш Сергей Зайцев. Ваше через перец kayak рекомендуется по союз.